Дорогие друзья, это Дмитрий Гассин. Я рассказываю о книгах, о музыке, о кино. Говорит, показываю этого по дому. И сегодня книга будет удивительная, уникальная и страшно, на мой взгляд, интересная. Хотя, казалось бы, если вы увидите на книжной полке или на прилавке название Тайны Дуньхуана, то что такое специфически китайское, а непонятное, может вас и не привлечь. То есть пройдете мимо, а напрасно. Эта книга просто потрясла меня. Она действительно о таком чуде, о котором я и не мыслил почитать. Хотя, конечно, вот это вот подзаголовок «Росписи пещер» и огромное количество цветных иллюстраций в книге сразу намекают на то, чему она будет посвящена, и сразу, в общем, привлекли мое внимание. Почему? Потому что когда-то, будучи еще подростком, я прочитал, как и многие-многие другие этногенезы «Биосфера земли Льва Гумилева». Эта книга сейчас мной воспринимается как памятник исторической мысли, да, как скорее такой поэтической вариации на тему и Малой Азии, и Великого Шелкового Пути, потому что историки сначала корректировали-корректировали то, что было написано великим Львом Гумилевым, потому что все равно у нас это великая фигура, как ни крути. А потом махнули рукой, и сейчас уже на него не ссылаются, потому что, во-первых, огромные трудности биографические, которые этот трагичнейшую жизнь проживший человек имел в своей научной работе, плюс недоступность многих источников, плюс его естественная вполне такая самонадеянность, потому что, как любой гений, он считал, что ему покорится все, и в том числе вот эта вот сфера знания, привели к тому, что, мягко говоря, его картина Великого Шелкового Пути, которую он пишет, требуется в очень серьезной корректировке. И вот, когда я пытался в этом разобраться, что мне так до конца и не удалось, потому что это контрверзы такие, и доводы, и контрдоводы, и статьи, и все рассчитано на специалистов, в общем, я мало, плохо в этом разбираюсь, просто доверяю тем историкам, которые для меня сейчас авторитетны, тем источникам, которые авторитетны, что все-таки Лев Гумилев – это наследие прошлого, пусть и замечательное. К теории этногенеза я отношусь с большим уважением. Так вот, одно из самых интересных таких вот мест у Гумилева – это как раз вот эти потрясающие новые тогда, в перестроечные годы, для меня страницы, посвященные древнему царству ся, древнекитайским, те, которые на территории современного Китая существующим, существовавшим политическим структурам, историческим формациям, да, вот этим вот оазисным государством, которые существовали, пока существовало благоденство в Великий Шелковый Путь, да, и в том числе среди них был и Дунь Хуан. Значит, сейчас рассматривает этот альбом, мне он интересен даже не перипетиями историческими, которые претерпела эта спорная, многократно переходившая из рук в руки территория, а там есть целая синхронистическая таблица в конце, которая показывает, насколько сложна была история этой провинции. Значит, давайте обозначим место на карте, значит, где находится Дунь Хуан. Представьте себе, что вот здесь у нас Китай, да, вот с этой стороны у нас, соответственно, Таджикистан, Киргызстан, Афганистан, Пакистан, да, понятно, да, ниже находится Тибет, да, выше находится Монголия. И вот этот узкий перешейк, который сейчас является провинцией Синь Цзян, который сейчас является уйгорским автономным округом, да, и вот в его правой части находится на этом, ну, узкий-то узкий, ну, тысяча километров, понимаете, да, значит, находится Дунь Хуан. Это оазис в пустыне. Дюны огромные, значит, фигуры выветривания, уникальные скальные заповедни, где можно полюбоваться этой пустынной красотой. И комплекс пещер, который впервые был открыт в 1900 году. Пещеры уникальны, они включены в список всемирного наследия ЮНЕСКО, и они равного себе не имеют. Я, в общем, как бы искусствоведение пытался изучать профессионально, и насмотрен глаз, мне кажется, что меня сложно удивить, но, рассматривая эти иллюстрации, я понимаю, насколько это пышным цветом расцветшее, ну, вот я не знаю, самое, что на есть роскошное буддийское искусство. Буддизмом я интересуюсь тоже очень давно, значит, что-то я подочитал, что можно прочесть по-русски. Мало, конечно, я разбираюсь в этом огромном и сложном буддизмом, это очень разветвленная, очень сложная религия, философия, искусство буддизма потрясающее. Но вот Дуньхуану удалось меня покорить. Пещера эта называется Могао, и это гигантский комплекс от маленькой комнаты до огромного сложного лабиринта, который покрыт фресками. 42 тысячи квадратных метров фресок. Больше, на самом деле, 42 – это то, что нам в Википедии можно прочитать. На самом деле, еще больше. И первое значение вот этого памятника – это то, что фрески, создававшиеся на протяжении тысячи лет, вдумайтесь, тысячи лет, с 4 по 14 век, впитавшие в себя все стили, все эпохи, всю эволюцию буддийского пантеона, который очень сложный, очень разветвленный, который вовсе не представляет собой несколько тезисов, вот такой короткий, ваконичный облик Тхировады или учения старцев. Иногда ее называют хинаяной – малой или сломанной колесницей. Но так как самим исповедующим Тхироваду это крайне обидно, то они настаивают, приживаясь, наконец, к науке именно Тхировада. Есть еще махаяна, есть еще алмазная колесница. То есть большая колесница, есть еще алмазная колесница. То есть буддизм развивался на огромное количество, развитывался на огромное количество школ философских, учений, направлений. Роспантеон, аналог нашему, значит, аналог нашему патрику, аналог нашим преданиям у святых. Этот пантеон тоже сопровождался различными вещами. Дунхванские росписи уникальны. Я назову только одну маленькую детальку. Вот там вот среди орнамента на сводах нашли такой удивительный остроконечный узор. Там вот прям фрагмент повторяющийся. Что же это такое? Декоративный элемент как бы не так. Это реальная совершенно медная или железная деталь, которая скрепляла деревянные балки потолков в деревянных постройках многовековой давности. Она стала традиционным элементом орнамента, потому что глаз тех, кто этот орнамент рисовал, привык видеть в детстве вот эти вот самые деревянные перекрытия над головой, эти потолочные. И считалось просто одним из элементов орнамента, пока точно такую же штуку, напоминающую двустороннюю вилку, не нашли на развалинах очередного дворца. Значит, нашли раз, нашли два и поняли, что это такая вещь. То есть связь вот этих вот орнаментов и связь вот этих вот изображений с реальной историей очень тесная. Я опять же не буду вдаваться в подробности. У меня трехсотстраничная книга в руках. Ну, понимаете, там очень много чего рассказано. Вот. Я лишь скажу, что некоторые вещи поражают своей глубиной. И никогда бы не пришло в голову мне и задуматься, что обозначает, например, традиционный элемент узора, называемый перевернутым лотосом. Дело в том, что перевернутый лотос – это не то, что лотос, который цветет у нас на водной глади. Это совершенно особое символическое изображение. Там все символично, там все жесты Будды, если вы видели его статуй, положение рук, так называемое мудрое. Они все символичны, они все, как сказать, являются частью канона. И вот как раз целая глава посвящена вариациям в этих дункуанских или в пещерах Магао, вариациями этого образа. Это страшно интересно. Тот, кто когда-нибудь пытался подробно и пристально рассматривать древнерусскую иконопись с ее строгим следованием канону, с ее важнейшими отступлениями от этого канона, которые всегда что-то значат, всегда что-то привносят, с ее невероятной вольницей, которая иногда допускалась и является сейчас, конечно, шедеврами, да, вроде северно-русской вариации на тему иконы воскрешения Лазаря, где в сюжете обязательно изображаются, значит, те, кто Лазаря выносит, и они отворачиваются и лицо закрывают. Потому что Лазарь уже три дня был во гробе, как вы помните, и здорово смердел. Вот, это, конечно, да. Значит, или там трогательную ложечку маленькому Иисусу нарисуют, да, и так далее. Это вот древнерусские иконописцы что-то, какую-то вольность допускали. Вот когда я сравниваю это со своими знаниями о древнерусской иконописи, я понимаю, что у меня как раз в руках та книга, которая истинную красоту буддийского искусства может мне показать. Но не только буддийского. Дело в том, что Магао – это очень сложный комплекс. Там насваиваются эпохи, царства, тысячи лет, напоминаю, создавались эти росписи. И благодаря уникальному климату, очень сухой атмосфере, пустыня, как вы понимаете, и полному отсутствию света, фрески прекрасно сохранились. Ни в каком другом месте эта клеевая роспись по сухому грунту, она не могла в таком виде сохраниться. А там сохранилась. И там есть, конечно, конфуцианские мотивы, там есть, конечно, даосские мотивы, там, конечно, переплетаются и христианские какие-то, можно отыскать, символы, какие угодно, потому что это многослойный пирог, страшный, интересный для историка, для искусствоведа, для любого аналитика. Я не могу сказать, что я все в этой книге понял. Во-первых, мне мешает недостаток контекста. У меня нет специального образования религиовического или исторического. Я не синолог, я не знаток истории Китая. Во-вторых, конечно, перевод. Тут есть какие-то тонкости. Я читаю, там, в 16 веке то-то происходило, в 13 веке то-то происходило. Да, и генерал-губернатор... Так, стоп, ребята, 13 век, провинция, то, что сейчас называется Сянцзиньем. Какой генерал-губернатор? Ну, явно же термин переведен, ну, как бы, очень приблизительно. Во-первых, это оригинальный, не перевод с английского, это оригинальный китайский текст, насколько я понимаю, и все термины, ну, в общем, нуждаются в очень сложном переводе, в очень сложном подходе. Вот, хорошо, что текст приятно читать, он ароматный, он разборчивый, он понятен человеку без, опять же, специального образования. Ну, и напоследок, рассматривая эти великолепные узоры, я в очередной раз поражаюсь, сколько еще мест существует, где бы я очень, очень, подчеркиваю, в третий раз, очень хотел бы побывать. Просто потому, что этим надо любоваться там. Это надо видеть на месте, где оно создано. Это великолепно совершенно, такого великолепия не знает ни что. И напоследок, я не могу не сказать, потому что я все-таки филолог по образованию, для меня это важно, ведь там, кроме фресок, существует гигантский корпус рукописей, драгоценнейших, уникальных, по которым воссоздана история буддийского учения, по которым воссозданы многочисленные, сложные, тонкие перипетии, значит, всяких исторических сражений, событий, там, истории царства, да, первые отпечатанные копии алмазной сутры. Чего там только найдено? По значению, вот, пещеры Магао, по значению корпуса рукописей, которые там найдены, могут быть сравнимы, не знаю, только с кумуранскими находками знаменитыми, да, в пустыне, значит, там, где были кумуранские рукописи найдены. Вот такая вот книга. Так что, несмотря на то, что я бесконечно далек от искусствоведения, буддийского искусства, его изучения, аналитики, да, мне все равно страшно нравится то, что происходит в этой книге, то, что в ней описано. Ведь, когда вы будете листать эти страницы, когда будете рассматривать эти узоры, вы прикоснетесь к настоящему подлинному искусству, существовавшему в течение тысячи лет в очень далеких от нас землях, и, тем не менее, столь же прекрасному, столь же понятному и столь же близкому, как вещи, которые создавались у нас с вами на родине, я совершенно недаром провел параллель с древнерусской иконописью. Вот такие вот тайны Дунхуана. Читайте, наслаждайтесь.